Приветствую постоянных зрителей и гостей канала Банковский. Сегодня мы поговорим о том, как оформить заявку на кредит онлайн в почтобанке. Задача эта очень простая. Тут практически ничего особо делать и не нужно. Главное, вы не выходите из дома, все делаете у себя дома или даже, может, по дороге на работу или еще как-то, если у вас мобильная версия почтобанка. Значит, смотрите, сначала мы заходим в систему и авторизуемся в ней, как обычно, попадаем на главную страницу. Далее, вот здесь слева нужно найти кнопочку «Открыть». Она работает для всех продуктов финансовых, тут и кредиты, и карты, и все прочее. В самом верху мы видим здесь кредиты. Можно полистать и посмотреть, какие варианты здесь предлагаются. Например, выбираем кредит наличными. Здесь сразу предлагается самый популярный вариант, но можно посмотреть и другие кредиты и выбрать тот, который вам ближе. Здесь сразу же на странице главной находится общая информация такая, то есть основные тарифы по каждому кредитному продукту. Если нужно подробнее, можно нажать на кнопочку «Подробнее» и посмотреть уже тариф детально. Что там, там и требования к заемщику, все будет. Также здесь есть рефинансирование, запасной кошелек, кредит на образование и так далее. Давайте рассмотрим на примере обычного кредита наличными. Жмем кнопочку «Продолжить». И далее уже система нам предлагает заполнить онлайн заявку. Я этого делать не буду, расскажу просто, как это делается. Значит, здесь уже часть данных есть персональных. Вам нужно будет заполнить то, что не соответствует. Например, вот здесь фамилия, имя, отчество, там мобильный телефон, адрес электронной почты, дата рождения. Далее вы соглашаетесь на отправку запроса в БКИ и нажимаете кнопку «Далее». После этого, значит, в следующий этап вы заполняете данные, касающиеся вашего дохода и прочие данные. То есть, нужно будет пройти 4 шага. После этого вы подтверждаете по СМС именно отправку заявки. Как только вы подтвердили, онлайн заявка ушла. И в течение, там, срок примерно до 5 минут приходит предварительное одобрение. Если вам банк отказал, то, соответственно, вы никаких действий дальше не предпринимаете. Если банк вам одобрил заявку, то вы уже, соответственно, действуете по инструкции дальше. То есть, либо вы отправляете документы, необходимые онлайн, либо посещаете офис и оформляете кредит уже в офисе. И, соответственно, получаете средства после этого. Не лишним будет напомнить, что предварительное одобрение, оно не гарантирует получение денег. То есть, деньги вы получите после того, как предъявите фактически документы. Ну, в частности, вот документы о доходе, да, то есть, справку о доходе. В принципе, ничего сложного. Если у вас какие-то еще вопросы возникли по приобретению кредита, да, по отправке заявки через почтобанк онлайн, пожалуйста, пишите комментарии к данному ролику. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам хорошего.